Все будто нам удалось в миллиард раз. И мы по-кулому, по-казанскому величину, мы смогли наблюдать молекулы воды. Молекула воды состоит из атомов водорода и кислорода. Простые вещества образуются из однородных атомов. У разных веществ молекулы имеют различное строение. Свойство вещества зависит как от рода и числа составляющих его атомов, так и от характера связи между ними. Сравните, например, структуры молекул метана, углекислого газа, бензола. Различия очевидны. Однако в дальнейшем будем изображать их в виде шаров. Молекулы очень малы. Но тем не менее, наиболее крупные из них удалось наблюдать в электронный микроскоп. Многие явления, например, слияние капель ртути, говорят о взаимодействии молекул. Силы этого взаимодействия имеют электромагнитную природу. Они проявляются как отталкивание и притяжение лишь на очень малых расстояниях. На некотором расстоянии силы отталкивания и силы притяжения равны. Это положение равновесия. Очень важно, что силы притяжения и отталкивания по-разному изменяются в зависимости от расстояния. При увеличении расстояния более резко уменьшается сила отталкивания, поэтому имеет место притяжение. А теперь сила отталкивания более резко возрастает и наблюдается взаимное отталкивание. Характером расположения и движения молекул определяется состояние вещества. В газах молекулы движутся хаотически. Расстояние между ними сравнительно велико и силы взаимодействия очень малы. А в жидкостях молекулы сближены. Движение их ограничено. В твердых же телах молекулы или атомы лишь колеблются в узлах решетки. Взаимодействие молекул похоже на столкновение шаров, но при этом о непосредственном соприкосновении говорить нельзя. На малых расстояниях силы отталкивания заставляют молекулы изменять направление движения. Молекулярное строение вещества и движения молекул подтверждает явление диффузии. Поместим под слой воды раствор медного купороса. Через некоторое время, примерно через месяц, жидкость станет однородной. Это вызывается тем, что молекулы воды и медного купороса беспрестанно хаотически движутся. И постепенно молекулы обеих жидкостей распределяются по всему объему. Скорость диффузии зависит от температуры. При низкой температуре скорость движения молекул меньше, и диффузия замедляется. Более быстро происходит диффузия в газах. В стакан наливается бром. Когда он испарится, уберем стекло. Бром диффундирует верхний стакан. В твердых телах диффузия протекает крайне медленно. Металлические бруски срастутся примерно через год. Но при высокой температуре это произойдет значительно скорее. Результат взаимопроникновения одного металла в другой можно увидеть на микрофотографии. Убедительным доказательством движения молекул является движение мелких частиц вещества, взвешенных в жидкости. Впервые это явление в 1827 году заметил шотландский ботаник Броун. В этом кадре вы наблюдаете броуновское движение. Маршрут броуновской частицы предугадать нельзя. Ее движение хаотично. Попытаемся проследить за движением одной из броуновских частиц. Будем отмечать ее положение крестиками через равные промежутки времени через 30 секунд. Редактор субтитров А.Семкин соединяем крестики. Хаотическое движение броуновской частицы, хорошо видимой в микроскоп, отражает невидимую картину хаотического движения молекул. Это можно пояснить с помощью модели. Маленькими шариками будем моделировать молекулы, а крупной шайбой броуновскую частицу. Беспорядочно двигаясь, шарики молекулы ударяют по броуновской частице шайбе, и она хаотически перемещается. Одновременные удары молекул о броуновскую частицу не всегда уравновешиваются. Равнодействующие. Равнодействующие. Сила и сообщают частицы движения. Таким образом, движение броуновских частиц объясняется движением молекул. При нагревании жидкости частицы перемещаются более интенсивно, так как увеличились скорости молекул и усилились их удары. и взаимодействующие между ними. Но ввиду очень частых столкновений движение молекул чрезвычайно сложно. Поставим себе задачу предугадать положение частицы через 15 секунд на отрезке А, Б. Было бы ошибочным считать, что мы заметим частицу в точке М. Она может оказаться где угодно. Вот тому доказательство. Отметим положение частицы через каждые 5 секунд. Видим, что через 15 секунд она оказалась отнюдь не в точке М. Понятно, что тем более невозможно найти положение молекул в определенный момент времени. Но как в таком случае все же изучается движение огромного числа молекул? Обратимся к опыту в доску вбита большое количество груздей. И шарик испытывает много столкновений. Движение каждого шарика носит случайный характер, как и движение каждой молекулы в огромной совокупности молекул. Повторим опыт, но не с одним шариком. Смотрите, как они распределяются по ячейкам. При малом количестве шариков какая-либо закономерность в попадании в ту или иную ячейку не наблюдается. Возьмем теперь большое число шариков. При повторении опыта с большим числом шариков наблюдается каждый раз один и тот же закон их распределения по ячейкам. Такие законы называются статистическими. Полученная кривая называется кривое распределение. Она показывает, как распределяются шарики по ячейкам. Аналогично распределению шариков по ячейкам распределение молекул по скоростям. наибольшее число молекул движется с некоторыми средними скоростями. В совокупности молекул есть молекулы с разными скоростями. Известный физик Максвелл теоретически получил кривую распределение молекул по скоростям. Выводы Максвелла подтвердились результатами измерения скоростей молекул физиком Штерном. Вначале объясним идею опыта Штерна на приборе для определения скорости пули. Если диски не вращаются, то отверстия от пули в них совпадают. Если же диски вращаются, то за время полета пули между дисками они успевают повернуться на некоторый угол. Поэтому пробоины от пули не совпадают. Измерив расстояние между дисками, угловую скорость вращения и угол смещения пробоин можно вычислить скорость пули. Если скорость пули меньше, она будет лететь между дисками дольше. А значит при той же скорости вращения дисков смещение пробоин увеличится. Это модель установки для измерения скоростей молекул. В приборе с конструированным Штерном по оси расположена платиновая проволочка, покрытая серебром. Она окружена металлическим цилиндром с узкой щелью. Напротив щели, прикрепленной к цилиндру полости, устанавливается пластинка-экран. для проведения опыта внутри прибора создается вакуум. Затем электрическим током накаливается платиновая проволока. Серебро, нагретое до 900 градусов, испаряется. Часть его молекул проходит через щель и оседает на экране. При неподвижном приборе этот слой серебра образовался точно против щели. Теперь приведем прибор во вращение и повторим опыт. В этом случае полоска осевших молекул оказывается размытой и смещенной. Смещение объясняется тем, что молекулам нужно время, чтобы пролететь от щели до экрана. За это время прибор успевает повернуться на некоторый угол. По углу смещения расстоянию между цилиндрами и угловой скорости их вращения вычисляют скорость молекул серебра. Размытость полоски говорит о различии в скоростях молекул. Скорости молекул серебра распределены, как теоретически предсказал Максвелл. Больше всего молекул имеют скорость, близкую к некоторому среднему значению. С помощью кривой распределения можно определить число молекул в интервале от V1 до V2. Теперь объясним, как образуется размытость полоски. Чем больше скорость молекулы, тем быстрее она достигает экрана. Зная скорость молекул, можно вычислить давление газа. Для этого следует учесть, что удар молекул упругой. И принять, что все молекулы движутся с некоторой одинаковой средней скоростью. Кроме того, ясно, что в направлении каждой из стенок движется одна шестая часть всех молекул. Этих условий достаточно, чтобы рассчитать давление газа. То есть вывести основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok